Её разбудила муха, бродившая по голой ступне. Ассоль проснулась. Сидя, закалывала она растрёпанные волосы. Что-то мешало меж пальцев. Ассоль поднесла руку к глазам и мгновенно вскочила с силой брызнувшего фонтана. На её пальцы блестело лучистое кольцо Грея. Чья это штука? Чья шутка? Разве я сплю? Может быть, я нашла и забыла? Нет. Нет. Это мне! Это моё! Гнездо всегда находит птица. Гнездо всегда находит птица. Гнездо всегда находит птица. Гнездо всегда находит птице. Того, что в мире неизбежно. На палубе своего судна секрет Грей стоял с бесчувственной улыбкой лунатика. Вы, быть может, ушиблись? Его помощник Пантен шел в это время с тарелкой жареной рыбы. Где были? Что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фракт с премией. Да что с вами такое? Благодарю. Мне именно недоставало звуков вашего простого умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы. Миль десять отсюда. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана не брать. Пока все. Да. Выгодный фракт мне нужен, как прошлогодний снег. Можете передать это Маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера. Что же случилось? Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный док занят. Хорошо. Будет исполнило. Пока Пантен нервически уничтожал рыбу, Грей, переехав в бухту, появился в торговых кварталах Лисса. Теперь он действовал решительно и покойно, до мелочей зная все, что предстоит на чудном пути. Грей побыл в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие. В третий он нашел образцы сложных эффектов. Интересно. Вот. Вот, пожалуйста. Вот, взгляните, капитан, на этот кусок. Превосходно. А вот это? Ну, совершенство, не правда ли? Одну минуточку, я сейчас вам еще... Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грей был серьезен, как знаток. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. Вот. Наконец, один цвет привлек внимание покупателя. Он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен. Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет, являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грей. Довольно образцов. Этот шелк я беру. Весь кусок? Ну, в таком случае, сколько метров? Две тысячи метров. Да, не более двух тысяч метров. Две тысячи метров? Ого, прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, на образцы новых материя? Нет. Ну, как вам будет угодно. Вот, пожалуйста, спички. Вот, прекрасный табак. Прошу вас. Две тысячи. Две тысячи. О, так, значит, две тысячи метров по... А, нет. По... Ну, вот. Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому, да. Но Грей не хотел ни в чем торговаться. Удивительный. Она не лучший шелк. Товар вне сравнения. Только у меня найдете такой. Когда он, наконец, весь и зашел восторгом, Грей договорился с ним о доставке, уплатил по счету и ушел провожаемый хозяином с почестями короля. Бродячие музыканты огласили улицу простой песенкой. Грей видел, как один из них с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. ПЕСНЯ Позвольте вам сказать, сказать, позвольте рассказать, Как в бурю паруса вязать, как паруса вязать. Волна бесконечна, всю землю обходит она, Не зная беспечна, ни неба, ни дна, ни неба, ни дна. Позвольте вас на саллинг взять, Ах, вас на саллинг взять, И в руки мокрый шкот вам дать, Вам шкотик мокрый дать. Волна бесконечна, всю землю обходит она, Не зная беспечна, ни неба, ни дна, ни дна. Бад, это ты, Циммер, Как же ты изменил своей скрипке. Ах-ха, досточтивый капитан. Я играю на всем, что звучит и трещит. Это мой компаньон, Дус. Я говорил ему, как вы сорите золотом, И он заочно влюблен в вас. Да, я люблю жест и щедрость, Но я хитер. Не верьте моей гнусной лести, капитан. Дус. Ну вот что, у меня мало времени, А дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Дус. Соберите оркестр, Но не щеголей, Которые забыли о душе музыки, нет. Соберите своих бродяг, Заставляющих плакать простые сердца. Море и любовь не терпят педантов. Капитан. Дус. Если вам нравится мое предложение, Приезжайте вечером на секрет. Он стоит неподалеку от головной дамбы. Согласен. Дус, кланяйся, скажи да И верти шляпой от радости. Капитан Грей хочет жениться. Да. Браво. Все подробности я вам сообщу на секрете. Грей вернулся на свой корабль. К вечеру привезли шелк, И капитан, отдав команду сниматься с якоря, Удалился в свою каюту. Вскоре удар кулаком в дверь Вывел Грея из маниакального состояния. А, это ты, Летика? Матрос, тяжело дыша, Остановился с видом гонца, Вовремя предупредившего казнь. Лети-ка, Летика! Сказал я себе, Когда скабельного мола увидел, Как танцуют вокруг брашпиля Наши ребята, поплевывая в ладони. У меня глаз, как у орла, И я полетел. Я так дышал на лодочниках, Что человек вспотел от волнения. Капитан, Вы хотели оставить меня на берегу? Летика, я ожидал тебя не позже утра. Ну-ка. Лил ли ты на затылок холодную воду? Лил. Не столько, сколько было принято внутрь, Но лил. Все сделано, капитан. Говори. Слушаюсь. Не стоит говорить, капитан. Вот здесь все записано, Берите и читайте. Я очень старался, я уйду. Куда? Я вижу по укоризне глаз ваших, Что еще мало лил На затылок холодной воды. Сообразные инструкции. После пяти часов ходил по улице. Дом с серой крышей, По два окна сбоку. При нем огород. Означенная особа приходила два раза. За водой раз, За щепками для плиты два. По наступлении темноты Проник взглядом в окно, Но ничего не увидел По причине занавески. В счет застольных расходов Приложил малость своих. Войдите. Мы отшвартовались у дамбы, капитан. Пантен послал узнать, Что вы хотите. Он занят. На него напали там какие-то люди С трубами, барабанами И другими скрипками. Вызвали их на секрет? Пантен просил вас прийти. Говорит у него туман в голове. Да, Боцман. Я точно звал музыкантов. Пойдите, скажите им, Чтобы шли пока в кубрик. Далее будет видно, Как их устроить. Слушаюсь. Отвод. Да, капитан. Скажите им и команде, Что я выйду на палубу Через десять минут. Пусть соберутся. Вы и Пантен, разумеется, Тоже послушаете меня. Тем временем его ждали Уже все нетерпеливо И с любопытством Полным догадок. Он вышел И увидел по лицам Ожидание невероятных вещей. Но так как сам находил Совершающееся Вполне естественным, То напряжение чужих душ Отразилось в нем Легкой досадой. Ничего особенного. Мы простоим В устье реки До тех пор, Пока не сменим Весь токелаж. Вы видели, Привезен красный шелк. Из него под руководством Парусного мастера Блента Смастерят секрету Новые паруса. Затем мы отправимся. Но куда не скажу. Во всяком случае, Недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, Но будет ею. Мне нужны Алые паруса, Чтобы еще издали, Как условлено с нею, Она заметила нас. Вот и все. Как видите, Здесь нет ничего таинственного. И довольны об этом. Разойдитесь. Так вот, В чем дело, Капитан. Не нам, конечно, Судить об этом, Как желаете, Так и будет. Я поздравляю вас. Благодарю, Пантен. Мы трогаемся. Смените меня через два часа. Знаете, Я доволен. Чем? Тем же, Чем и вы. Я все понял. Ну-ка, ну-ка, Что вы там поняли? Лучший способ провести контрабанду. Всякий может иметь Такие паруса, Какие хочет. У вас гениальная голова, Грей. Бедный Пантен. Ваша догадка остроумна, Но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, Что вы ошибаетесь. Я делаю то, Что сказал. Лонгрен провел ночь в море. Он шел под парусом, Без определенного направления, Слушая плеск воды, Смотря в тьму, Обветриваясь и думая. Эту ночь он думал о будущем, О бедности, О бассоль. Ему было трудно покинуть ее, Даже на время. Кроме того, Он боялся воскресить Утихшую боль. Быть может, Поступив на корабль, Он снова вообразит, Что там, в Копернии, Его ждет Не умиравший никогда друг. И, возвращаясь, Он будет подходить к дому С горем мертвого ожидания. Мэри никогда больше не выйдет Из дверей дома. Но он хотел, Чтобы у осоль было, Что есть, Решив поэтому поступить так, Как приказывает забота. Когда Лонгрен вернулся, Девушки еще не было дома. Ее ранние прогулки Не смущали отца. На этот раз, однако, В его ожидании Была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, Он на повороте Вдруг сразу увидел осоль. Папа! Папа! Девушка стремительно подошла К Лонгрену, Почти испугав его Светом взгляда, Отразившего возбуждение. Казалось, открылось Ее второе лицо. То истинное лицо человека, О котором обычно говорят Только глаза. Ты больна? Нет, я здорова. Почему ты так смотришь? Мне весело. Да верно, мне весело. Но это от того, Что день так хорош. А что ты надумал? Я уж вижу по твоему лицу, Что ты что-то надумал. Что бы я ни надумал, Ты, я знаю, Поймешь, в чем дело. Жить нечем. Папа! Я не пойду снова В дальнее плавание, А поступлю на почтовый пароход, Что ходит между Зурбаганом и Лисом. Да, это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей. Да, поскорей, милый. Я жду. А соль. Выкладывай, что случилось? Ты странный. Решительно ничего. Я собирала орехи. Что ж, пусть будет так. Я вернусь здесь через десять, А ты заложи мое ружье И сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, Скажи, что Лонгрен Скоро вернется. Не думай и не беспокойся обо мне. Худого ничего не случится. А соль осталась одна. Все, что случилось утром, Снова поднялось в ней дрожью волнения, И золотое кольцо величиной солнца Упало через море к ее ногам. Не усидев, она вышла из дома. Корзинщик, корзинщик, Дерись на заказины. На лесной дороге она увидала Того самого угольщика, Которому померещило, Что у него зацвела корзина. Здравствуй, Филипп. Ты что здесь делаешь? Ничего, муха. Свалилось колесо, Я его поправил, А теперь покуриваю. Ты откуда? Ты знаешь, Филипп, Я тебя очень люблю. И потому скажу только тебе. Я скоро уеду. Наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом. Это ты хочешь уехать? Куда ж ты собралась? Не знаю. Все это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа, И даже не знаю, куда. Больше ничего не скажу. Поэтому на всякий случай Прощай. Ты часто меня возил. Прощай, Филипп. Прощай. Чудеса. Пойди-ка пойми ее. Что-то с ней сегодня такое и прочее. Солнце встает над миром, Солнце встает над морем, Чтоб тьма людей не добилась, Чтоб свет горел за кормою, Чтоб истыркали краски В горячих его лучах, Чтоб избывались сказки Белый утренний час. Был белый утренний час. Туман еще не рассеялся, И в нем гасли очертания Огромного корабля, Медленно шедшего по реке К морскому простору. Береговой ветер Лениво теребил паруса. Наконец, тепло солнца Произвело нужный эффект, Воздушный напор усилился, Рассеял туман И вылился пареем В легкие алые формы Полный роз. Розовые тени скользили По белизне мачт и снастей. Все было белым, Кроме раскинутых парусов, Света глубокой радости. Теперь, когда мои паруса рдеют, Ветер хорош, А в сердце моем счастье, Я попытаюсь, Пантен, Настраивать вас своими мыслями. Как обещал в Лиссе. Пока секрет шел руслом реки, Грей стоял у штурвала, Не доверяя руля своему помощнику. Он боялся мели. Пантен сидел рядом В новой суконной паре, В новой блестящей фуражке, Бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал Никакой связи между алым убранством И прямой целью Грея. Я делаю то, что существует, Как старинное представление О прекрасном, Незбыточном. И что по существу Так же сбыточно и возможно, Как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, Которая не может, Не должна иначе выйти замуж, Как только таким способом, Какой я развиваю на ваших глазах. Благодаря этой девушке Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать Так называемые чудеса Своими руками. Когда для человека главное Получить дрожайший пятак, Легко дать этот пятак. Но когда душа таит Зерно пламенного растения, Чудо, Сделай ему это чудо, Если ты в состоянии. Новая душа будет у него И новая у тебя. Есть простые чудеса, Улыбка, Веселье, Прощение И вовремя сказанные Нужные слова. Владеть этим Значит владеть всем. Что до меня, То наше начало, Мое и осоль, Останется нам навсегда Валом отблески парусов, Созданных глубиной сердца Знающего, Что такое любовь. Поняли вы меня? Да, капитан. Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз И попрошу прощения у Никса, Которого вчера ругал За потопленное ведро. И дам ему табаку свой, Он проиграл в карты. Прежде чем Грей, Несколько удивленный Таким быстрым практическим Результатом своих слов Успел что-либо сказать, Пантен уже загремел Вниз по трапу И где-то отдаленно вздохнул. Грей посмотрел вверх. Над ним молча Рвались алые паруса. Солнцевых швак Сияло пурпурным дымом. Некоторое время Секрет шел пустым морем, Без берегов. К полудню Открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грей уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, Он различил бы В окне одного дома Ассоль, сидящую За какой-то книгой. Она читала. По странице полз Зеленоватый жучок, Останавливаясь И приподнимаясь На передних лапах С видом независимым И домашним. Опять ты, жучишка? Ведь я снова сдуну тебя, Глупый. А! Что это? Случайный взгляд на море Открыл Ассоль Белый корабль С алыми парусами. Что же я? Да как же? Ведь это он! Она вздрогнула, Откинулась, Замерла, Потом резко вскочила С головокружительно падающим сердцем, Вспыхнув неудержимыми слезами Вдохновенного потрясения. Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, Подхваченная неодолимым ветром события. На первом углу Она остановилась почти без сил. Ее ноги подкашивались, Дыхание срывалось и гасло, Сознание держалось на волоске. Временами то крыша, то забор Скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли ли они, Как простой призрак, Она торопилась миновать Мучительное препятствие И, снова увидев корабль, Останавливалась облегченно вздохнуть. Тем временем в Копернии Произошло такое замешательство, Такая поголовная смута, Какие не уступят эффекту Знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль Не подходил к этому берегу. У корабля были те самые паруса, Имя которых звучало, Как издевательство. Теперь они ясно пылали С невинностью факта, Опровергающего все законы Бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети В попыхах мчались к берегу, Кто в чем был. Жители наскакивали друг на друга, Вопили, падали. У воды образовалась толпа, И в толпу эту Стремительно вбежала осоль. Я здесь! Я здесь! Это я! От корабля отделилась лодка, Полная загорелых грибцов. Среди них стоял тот, Кого, как ей показалось теперь, Она знала, смутно помнилась детство. От волнения, движения облаков, Блеска воды, Девушка почти не могла уже различать, Что движется. Она, корабль или лодка, Все двигалась, кружилась и опадала. Но весло резко плеснуло вблизи нее. Она подняла голову, Грей нагнулся, Ее руки ухватились за его пояс. Это ты, капитан. Здравствуй, осоль! Вот я и пришел. Узнала ли ты меня? Совершенно такой. И ты тоже, дитя мое. И ты возьмешь к нам Моего Лонгрена? Конечно, да, осоль. И так крепко поцеловал он ее Вслед за своим железным. Да, что она засмеялась. Теперь мы отойдем от них, Зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов, На разных языках и разных наречиях, Но всеми ими даже и отдаленно Не передашь того, Что сказали они в день этот Друг другу. Палуба секрета, Увешанная коврами В алых выплесках парусов, Была, как небесный сад. У грот мачты Возле бочонка, Изъеденного червем, Со сбитым дном, Открывшим столетнюю темную благодать, Ждал весь экипаж. Грей первый зачерпнул Граненым стаканом заветное вино. Ну вот, Теперь пейте, Пейте все, Кто не пьет, Тот враг мне. Волна бесконечна, Всю землю обходит она, Не знаю, Беспечна, И небо не дна, И небо не дна. Позвольте вам сказать, Сказать, Позвольте рассказать, Как бурю паруса вязать, Как паруса вязать, Волна бесконечна, Всю землю обходит она, Не знаю, Беспечна, И небо не дна, И небо не дна. Петиха, как понравилось тебе вино? Капитан, Не знаю, Понравился ли я ему, Но впечатление мои Нужно обдумать. Улий и сад. Что? Я хочу сказать, капитан, Что в мой рот Впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан, И пусть будет счастлива та, Которую лучшим грузом я назову, Лучшим призом секрета. Когда на другой день Стало светать, Корабль был далеко от Коперны. Палуба была пуста, Лишь на корме С грифом виолончели У подбородка Сидел задумчивый циммер. Он тихо водил смычком, Заставляя струны Говорить волшебным Неземным голосом И думал о счастье. Говорить волшебным Сидел задумчивый циммер Сидел задумчивый циммер Сидел задумчивый циммер Застав你要 плюс Сидел задумчивый циммер Сидел задумчивый циммер Сидел д render Субтитры подогнал «Симон»